Покрыть крышу, провести отопление, благоустроить территорию остался месяц до сдачи нового детского сада на Московской 215. Строительство этого объекта, а также других учреждений для дошкольников, сегодня проверил глава администрации города Илья Шульгин. О результатах расскажет Анна Стефаненкова. Игровая, здесь буфетная, где доготавливают еду. А также санузлы, спальни, раздевалки, бассейн оборудуют в новом детском саду в микрорайоне Урованцево. Всего 12 групповых помещений для 270 дошкольников города. Ход строительства здания внутри и снаружи на энтузиастов 25А оценил глава администрации Илья Шульгин. Подрядчики отчитались о своей работе. Работы идут по графику, мы вписываемся в намеченные сроки. Сейчас на сегодняшний день заканчиваем работу по благоустройству. Готовность детского сада Урованцево больше 70% дополнил Владимир Ложкин. Подрядчик другого объекта на московской 215 назвал ту же цифру. Здесь строительство садика также идет полным ходом. Осталось подключить отопление, благоустроить территорию, провести чистовую отделку. Какие вопросы, проблемы? Нет вопросов. Вопросы одна. Погода. Я думаю, проблема решаема. Я говорю, с посадом мы утепляемся. Детские сады Урованцево и микрорайоне метро строятся благодаря федеральной программе. В нее включены еще четыре детских сада в Чистых прудах, Озерках и Нововятском районе. Никогда не было такого масштабного строительства детских садов. На сегодняшний день могу сказать, что все эти задачи выполняются по строительству. И мы видим, как такие прекрасные объекты у нас растут. В следующий раз ход строительства глава администрации проверит в середине ноября. Все шесть новых детских садов должны быть сданы в декабре этого года. А как быть с тем, кто до сих пор не получил место в детском саду? Об этом поговорим с нашим гостем. У нас в студии Евгения Широкова, член общественной организации, комитет по защите прав матерей. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Расскажите вначале свою историю. Почему ваш ребенок не может получить место в детском саду? Потому что не вовремя родился в конце сентября 2015 года. То есть, по мнению наших властей, нужно рожать в определенный срок, да? Да, желательно январь, февраль и март. Тогда вы точно получите то, что вы хотите. Если вы родились летом, вам дадут из того, что останется выбрать. Если вы родились осенью и не дай бог вам родиться зимой, вы не получите ничего. По крайней мере, так было в этом году. А сколько вам еще необходимо ждать? Ну, вот до января как минимум. Ну и то, потому что мы живем в микрорайоне Коминтерн. И у нас в Озерках строится детский садик. Хотя к нам мы живем на площади. Он, в принципе, не близко. Нам все равно придется ездить на автобусе. Но нам обещают, что в январе нам дадут путевку в этот садик. Но вы еще можете ждать? Или ситуация уже такая критическая? Ну, я не работаю. Я сижу дома с ребенком, что моему ребенку уже три года. Исполнилась 25 сентября. А вы говорите, сложно будет добираться до детского садика. А есть возможность обменяться путевками с другими родителями? Ну, у нас есть во дворе прямо садик. То есть от моего подъезда до садика порядка 100-150 метров. В этот садик мы не попали, потому что в него ходят ребята из Озерков, кто родился раньше нас. То есть весна и лето. А обмен будет происходить когда? Скорее всего, в следующем году. То есть сейчас по факту дадут путевки к тем, кто вообще никуда не ходит, вот как мы. А потом, значит, в следующем году мы, скорее всего, будем переходить сюда, в этот садик, который рядом с нашим домом. А ребята, которые из Озерков ходят в наш садик, будут ходить туда. Поменяются, так я понимаю. Но это, представляете, какой стресс для детей? То есть они только что сейчас привыкли к воспитателям, привыкли к коллективу. У них сейчас идет адаптация, они болеют. И через полгода их снова поменяют. И все по новой. То есть для детей это огромный стресс. Ну и наверняка эта ситуация не только у вас. Не только у нас. Эта ситуация вообще тысяч семей в нашем городе. Потому что те, кто живут в центре, им вообще не светит даже в январе, потому что садики у нас строятся. Ну ладно, там в чистых прудах, да, у них тоже острая ситуация. А в центре города садиков новых нет. То есть им вообще не на что надеяться. Вот у нас есть цифры. В 2016 году тогда начались проблемы с детскими садами. Очередь составляла 500 человек. В этом году почти 3000 уже. Да уже даже, по-моему, перевалило за 3000. То есть, хорошо, сейчас они говорят, что садики в январе откроются. Представляете, в Озерках есть данные, что будет 6 ясельных групп. Это 2 воспитательницы на каждую группу. Значит 12. И плюс по одной нянечке. Еще 6 нянечек. То есть где возьмется столько много персонала. Плюс у них еще старшие группы. То есть нужно набрать еще персонал. Это тоже ведь не так быстро. В Коминтерн с города немного согласится ездить воспитатели. Ведь вы знаете, зарплата воспитателей небольшая в нашем городе. То есть это уже отдельная проблема? Это будет отдельная проблема. Скажите, как вы сейчас боретесь за свои права, что вы предпринимаете? Либо вы просто спокойно ждете свою очередь? Значит, нам помогли организовать круглый стол с администрацией. Мы были, мы с мамами, которые входят в инициативную группу, в региональную общественную организацию по защите прав матерей, предложили нашей администрации ряд мер, как мы считаем, которые могут хоть как-то помочь разрешить эту ситуацию. На что мы получили? Ну на все, грубо говоря, на все отрицательный ответ. Это мы не можем по такому-то закону. Это мы не можем... Ну, например, что вы предлагали? Ну, например, поменять вот эту систему распределения. То есть не по дате рождения, а закрепить детский сад к определенному микрорайону. Но что администрация нам ответила, что это нарушает права родителей в выборе детского сада. Права каких родителей? Родители января, февраля и марта, а мои права сентября не нарушены, мне предложили русская и ленгасово. Ну, из Коминтерна, это конечно так. Но ведь они нарушены, мои права нарушены. То есть можно поменять, будет меньше вот этой проблемы. Опять же, предложили им льготы, ввести обратно льготы для работников дошкольных учреждений. Ведь раньше были льготы для воспитателей. То есть воспитатель может выйти на работу, приведя своего ребенка в детский сад. Там в полтора, в два года. И сейчас эти льготы убраны. Мы не можем. Это отменила прокуратура. Ну, так значит, обратитесь к прокуратуре, что есть проблема в городе. Как-то помогите нам решить. То есть вы считаете, что вообще ничего не делается? Ну, делаются вот, строятся эти сады. Вот сейчас в январе ребята пойдут. Пойдут сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. Начало 16-го. Это январь. А в марте месяце начинается распределение уже 16-го года. Ну, причем это покроет только полторы. Куда они пойдут? Вот 16-й год, опять же, попадет только начало. И как снежный ком снова то же самое. Лето-осень 16-го года никуда не пойдут. Мы сегодня в нашей группе ВКонтакте, Девятка ТВ Киров, спросили зрителей, что делать, если места для ребенка в детском саду не хватает. Было три варианта ответа. Мирно ждать своей очереди. И так никто не проголосовал. Никто не готов мирно ждать. Второй вариант ответа. Постоянно напоминать о себе властям с помощью акции писем и звонков. Так проголосовали 20% людей. И самый популярный ответ, 80%, набрал требовать компенсацию в размере стоимости частного детского садика. Вот что мы и предлагали тоже. Ввести компенсацию не до трех лет, а после трех лет. И для всех категорий граждан, а не только для малоимущих. Нам тоже пришел отрицательный ответ. Хотя пришел ответ от администрации, что на каждого ребенка, которому исполняется три года, и он ходит в детский сад, это официальные цифры, выплачивается 10-300. 10-300. И плюс 2-700 платят родители за питание. То есть, ну платите компенсацию из этих средств. Мой ребенок не пошел. Государство выделяет на него 10-300 же. Можно из этой суммы компенсацию родителям? Пусть, конечно, не в таких цифрах, но хотя бы в половине. И я тогда решу. Или я доплачу и отправлю его в частный детский сад. Или я доплачу на ему няню. Или я буду сидеть дома. Ну почему? Я считаю, что нарушаются права. Вот еще забыла сказать, наша организация на прием идет к губернатору в первых числах ноября. И мы эти вопросы хотим нашему губернатору все задать. Может быть он как-то повлияет. На что вы рассчитываете? Ну особо как бы не скажу, что мы сильно на что-то рассчитываем. А почему? Все равно, может быть он повлияет на свой аппарат администрации. Может быть как-то. Ну в общем, все равно мы на что-то надеемся. Надежда, как говорится, умирать последний. В этом году еще власти рассматривали такой вариант договориться с частными детскими садами и возмещать затраты из бюджета. Ну вот тоже бы неплохой был вариант. Появилась эта схема, начала работать или нет? Ну вот я не вожу в частный детский сад, поэтому конкретно по этому пункту я не могу вам дать. Вас бы устроил такой вариант? Ну я бы да, пошла в детский сад в частный, почему бы нет. Неоднократно также проходили собрания с главой администрации города. К чему они вообще приводили? Ну ни к чему нам. Господин Шульгин сказал, что у него нет волшебной палочки, по которой могут прямо взять и построиться в сады для всех детей. А без волшебства вы думаете ничего не поможет? Болшебства сказали, терпите, ждите, хотя терпения его уже нет, оно закончилось. Мы будем следить за этой темой. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Напомню, у нас в гостях была Евгения Широкова, члена региональной общественной организации, комитет по защите прав матерей. Спасибо. Спасибо.